Ребята, и снова всем привет! Сегодня мы вместе с вами пообщаемся по поводу восстановления гугловского аккаунта. И в этом видео будет тема такая, про двухэтапную, двухфакторную аутентификацию. Значит, различные случаи бывают, ребят. Потеряли телефон, не можете воспользоваться, допустим, Google аутентификатором, приложением. По какой-то причине ваша сим-карта там заглючила, ну и так далее. То есть, у вас нет доступа к двухфакторной аутентификации. Что это означает? Ну, это означает, у вас подключена защита дополнительная, чтобы ваш аккаунт не взломали, да? И вы не можете получить этот код или одноразовую смс-ку, так как у вас отсутствует телефон, просто-напросто. Как же поступать в этом случае? Значит, подписчик моего канала Артем Кристианов отправил мне снимок с экрана. У него тоже проблема с двухфакторной аутентификацией. Поэтому, ребят, сейчас будем с вами разбираться, как вам действовать. Посмотрите на скрине. Здесь на скрине отображены еще альтернативные способы входа. Получить код на телефон или планшет, даже если устройство не подключено к интернету, но, соответственно, мы же рассматриваем вариант, что нет у нас телефона. Ввести восьмизначный резервный код. А вот, ребята, за резервные коды чуть попозже расскажу. Даже, в принципе, сейчас расскажу вам, чтобы не забыть самому, о чем вам рассказывать дальше. Значит, восьмизначные резервные коды вы должны обязательно распечатать. Они есть на стройках вашей гугловской почты, там, где двухфакторная аутентификация. Обязательно эти резервные коды не распечатывайте, а просто скопируйте и сохраните где-то в текстовом документе у себя в компьютере. Они помогут вам при входе в аккаунт, если у вас отсутствует телефон. Многие этого не делают почему-то. Ладно, значит, ребят, давайте теперь переходим именно к варианту восстановления. Смотрите, все ссылки будут в описании. Значит, вам нужно будет зайти в справку, в гугловскую справку, официальный сайт support.google.com. Вот он он, ссылку прикреплю в описании. Прям нажмете на нее и зайдете, вас перебросят на точно такой же сайт. Здесь, значит, вам нужно выбрать варианты по оказанию помощи. Сервисов же в гугле много, правильно? На данный момент мы сейчас хотим восстановить гмейловскую почту, то есть почту гугла. Вот он, вариант. Нажимаем. Теперь смотрим дальше. Что же тут нужно сделать? Чем мы вам можем помочь? Если проблемы этой нету здесь в списке, то набираем проблему вот тут вот, в результатах поиска. Но тут, в принципе, этот пункт есть. Значит, мы должны выбрать, что не удается войти в аккаунт гугл. Вот он, этот пункт. Нажимаем на него. Теперь нас перебрасывает на следующую страницу. Что мы тут будем делать? Значит, здесь, смотрите, есть сверху пункт. Возможно, скоро он изменится и станет в другом месте. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пятый пункт сверху. Возникает проблема с двухэтапной аутентификацией. Ставим точку. Дальше. Переносит нас на другую страницу. И тут выбираем, что больше по теме подходит. Так. Телефон утерян или его невозможно использовать? Выбираем этот пункт. Вот он, третий снизу. Так, нажал. И страница дальше почему-то не жужжу. Перед записью видео нажимал, что то же самое было. Давайте обновим страницу. Все. В общем, когда обновил страницу, открылось у меня все. Вот это, да. Телефон утерян. Вот красная точка стоит. Или его невозможно использовать. Поехали дальше. И вот здесь, вот, ребят, есть внизу. Инструкция. Как действовать. И вот, все делаем по инструкции. Вот даже есть вариант. Если вы не указали резервные способы входа, то есть, если у вас вообще ничего не указано для резервных способов, вот, следуйте инструкции по восстановлению. Нажимаем эту ссылку, и вас перебросят на страницу по восстановлению доступа. Ребят, надеюсь, вы разберетесь. Смотрите. Еще какой лайфхак. Если ничего не помогло, а поднимаемся выше на странице, выбираем пункт. Вот он, видите, возле справочного центра. Вот он есть пункт. Вот он. Сообщество. Открываем сообщество. И вот здесь, вот, добро, вы перемещаете справочный форум сообщества Gmail. И чуть ниже опустились. И вот здесь есть кнопка. Задавайте вопросы. Вот, видите. Вот она. Нажимаем кнопку. Задавайте вопросы. И здесь дальше. Сформулируйте вопрос. То есть, сформулируйте свой вопрос. Кратко, да. Вот тут 100 символов ограничения. Значит, допустим. Сейчас я вам все подробно напишу. Двухфакторная. Ну, я просто сокращенно. Двухфакторная. Невозможно получить доступ, да. Было теперь, ну, допустим, невозможно получить доступ к почте. Так как был утерян, к примеру, телефон, да. Есть. 63 символа. Нажимаем кнопку продолжить. Так, и тут варианты. Не могу получить доступ к почте, так как нет. Давайте посмотрим. Чего тут нет. Так как нет доступа к телефону. Вот, сразу можно посмотреть, что тут пишут. Дальше. Если добавить следующие сведения, на ваш вопрос быстрее ответят. Категория. Выбираем категорию. Значит. Категорию у нас... Тут, в принципе, категориям ничего не подходит. Дальше. Браузер. Ну, браузер выбираем, допустим, Chrome. Я Chrome пользуюсь, да. Платформа. Выбираем платформа. Какая у вас? Android. С телефона вы пытаетесь. С компьютера и так далее. Давайте с компьютера. Нажимаем продолжить. Так. А дальше не пускает. Так. Давайте категорию. Создание контакта. Контакты. Пользовательские письма не загружаются. Не загружаются. Давайте управление настройками почты. Я не знаю, чтобы эта кнопка засветилась. Продолжить. И вот смотрите, ребят. И теперь у вас открывается именно текстовое поле, где можно, ребят, более подробно описать вашу проблему. То есть вы опишите проблему так, чтобы на той стороне сотрудники понимали, как вам отвечать. В общем, пишем подробно, что у вас произошло, что у вас была подключена двухфакторная аутентификация. Вы потеряли доступ к телефону. Ваш телефон, к примеру, разбился. Либо ваш телефон украли. И так далее. И, соответственно, все это описываем, всю эту проблему. Дальше. Выставляем птичку, что я не робот. Нажимаем кнопку опубликовать. Ребят, поверьте, на форуме отвечают, поэтому дождитесь ответ, поддержка вам ответит. А теперь еще какой важный момент. Значит, я оставлю еще вот эту вот ссылку. Вот смотрите, в результатах поиска я набрал двухфакторное. А вы можете потом набрать еще дополнительно двухэтапное. Да, одно слово. Вот по двухфакторной поиск, видите, выдался какой. Если ничего не найдете, просто потом наберете двухэтапное. Этапное. Возможно, по двухэтапное будет больше вариантов ответов. И смотрите. И вот здесь вот именно реально открылись темы форумов. Если выискивать, сидеть, выискивать, высматривать именно тему по проблеме с доступом при включенной двухфакторной аутентификации, то, в принципе, темы можно найти. И посмотреть ответы. Если здесь вот на первой странице нет, нажимаем кнопку «Еще». Загрузятся еще темы. Поэтому, ребят, прежде чем писать ответ в вопрос поддержку, да, вы лучше перелопать форум. Здесь очень много вот таких тем. И вот одна из них. Смотрите. Установил двухфакторную аутентификацию. Сегодня разбил телефон. Тачскрин перестал работать. Теперь не зайти ни на один аккаунт из сайтов, куда была привязана аутентификация. И вот смотрим ответы от экспертов. Далее. В общем, смотрим темы на форуме, ребят. Одну из тем я вам показал, как пример. Дальше. Оставлю вам еще ссылку на проблемы при использовании двухэтапной аутентификации. Посмотрите, что предлагает тут Google, да, support Google, поддержка Google. Значит, единственное, что мне тут понравилось, да, ребят, если у вас что-то произошло с сим-картой, да, и вы не можете получить код именно на сим-карту, если вы проживаете в этой стране, где вы получали сим-карту, то, ребят, вам по-любому нужно восстановить номер. Так будет намного проще и быстрее все это сделать. Поэтому идем в салон, восстанавливаем свою сим-карту. Если же телефон был потерян, да, с сим-картой, к примеру, ну, вы всегда можете восстановить сим-карту, прийти с документами своими, объяснить ситуацию. Вам должны сим-карту эту восстановить, по идее. Вот. В принципе, выход есть, только вам нужно не лениться, да, пойти восстановить сим-карту. А также, по идее, у вас аккаунт должен привязан быть к какой-то резервной почте. Вот, допустим, у меня в аккаунте привязан еще резервный телефон. В общем, какие-то варианты должны быть, ребят, для восстановления. Но если вариантов вообще ноль, да, то пользуемся поддержкой, справкой, гугловской справкой. Как я вам показал, здесь все выбираем. И по инструкции восстанавливаем. Значит, все ссылки, еще раз повторюсь, будут в описании под видеороликом, а также в первом закрепленном комментарии. Поэтому, внимательно смотрите описание, и все у вас получится. Ребят, надеюсь, все понятно и доступно объяснил. Значит, смотрите. Еще раз по поводу описания. В начале видеоролика я именно укажу вот эти вот ссылки, да, которые я вам обещал проставить, указать. А потом будет дополнение к этим ссылкам. Так и называется, видите, смолния, полезные ссылки. Я еще скопирую вот это вот описание. Возможно, какие-то ссылочки вам понадобятся. На этом все, ребят. Напишите, пожалуйста, свой комментарий. Удалось ли вам восстановить доступ к своей почте по способу, который я вам показал. Других способов, я думаю, скорее всего, их нет. Да, они стандартные, в принципе. Алгоритм один и тот же для восстановления. Поэтому жду ваши комментарии, как у вас происходят дела с восстановлением почты, если подключена двухфакторная аутентификация. На этом все, ребят. Оформляем подписочку, если вы впервые на канале. Задавайте свои вопросы. Канал по компьютерной и телефонной тематике. У меня есть определенные знания в этой теме. Задавайте свои вопросы. Буду для вас предоставлять такой же видеоответ, как я сейчас предоставил для своего подписчика канала. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok